Дорогие подписчики, не теряйте меня, я никуда не пропадал, просто я давно начал делать плюсы на девочки из Эквестрии Игры Дружбы, но всё никак не могу закончить так как некоторые люди для коллаборации в финале как у Долбика в плюсах на Человека-паука так до сих пор не ответили и не присоединились и из-за этого я не могу закончить долгое время это проклятое видео, мне до сих пор так и не ответил канал Народный Кинолип и не присоединился ко мне, а так не волнуйтесь, я никуда не пропал. Мой канал вовсе не умирает а живёт себе дальше и будет как и я жить вечно несмотря на то что я в последнее время редко выкладываю видео, ну а это видео я решил выпустить так как я уже давно не выпускал новых видео на канале чтобы он зря не пустовал, держите от меня грехи на фильм Доктор Стрэндж 2 в сюжетной дыре, а я пока пойду наверное делать плюсы на фильмы по Бэтмену Тима Бертона. А зачем они, извините меня, разговаривают на незнакомом для них обоих языке, ведь позже нам покажут что они прекрасно знают английский язык и спокойно могут на нём разговаривать. Нельзя чтобы он забрал твою силу, скорей за книгой! Может быть просто откроешь свой портал, чтобы как можно быстрее цепортироваться туда к книге? Тогда бы и ты сам тоже не погиб бы. Будь чего она тупо стоит на месте и тупо смотрит? Иди скорее за книгой, подбирай её пока Доктор Стрэндж задерживает этого монстра! А с чего ты решил, что именно ты сможешь управлять этой силой, если она не может? Долго ты тоже не сможешь её совладать, она же даже для тебя не знакома. Ах да, неужели ты в таком случае раньше не мог додуматься до этого и именно так сделать? Пока я отсутствую, отошли в мир иной мои коты и мой брат. Однако, я не перестаю мучиться одним вопросом. Неужели нельзя было иначе? Может был другой выход? Нет. Не согласен, любой другой выход есть всегда, даже в безвыходной ситуации. Даже такие моменты вполне себе возможно обойти иначе. Просто кое-кто не может до этого додуматься. Ах да, это человек-эгоист, который думает лишь только о каких-то котятах, а не о близком человеке. Странно, что доктора Стрэнджа за это не выгнали отсюда. Ведь он, превращая обычную воду в вино, может так тупо разорить их. Ну и да. Если любой волшебник, как и сам доктор Стрэндж или Вонг, могут превращать воду в вино, тогда почему в этой вселенной есть большинство верующих людей, которые верят в бога, которого не существует, и который способен как раз таки превращать воду в вино, если на это способен как раз таки любой другой обычный смертный, кто может стать волшебником? Монстры вместе с мусоркой появились только в этот самый момент. Именно спустя несколько минут после того, когда доктор Стрэндж проснулся от того, на что было кошмара. А не сразу в этот самый момент, когда он только проснется. То есть нам хотят сказать, что этот монстр всегда был невидимым для всех глаз. Да и почему он снова не пытается стать невидимым, чтобы никто его не видел, раз доктор Стрэндж снял с него маскировку? Этим дебилам делать нефиг, жить надоело. Почему они всё ещё стоят и тупо пялиться вместо того, чтобы убегать? Во время борьбы с какими-то монстрами и злодеями надо обязательно отвлекаться. То есть он специально просто прошёлся над ней и просто так решил поглядеть на неё и напугать вместо того, чтобы сразу схватить. На что они надеялись, раз они даже вдвоём не могут его удержать? Тут ещё с десяток волшебников, таких же, как они понадобились бы. Расскажи-ка. Я вот не понимаю суть вот этого момента. Чего она решила убегать, если она как раз-таки наоборот хотела попросить у этих двоих помощи? Ой, но... Я понимаю то, что тут они типа портал использовали. Но показали бы лучше, как они это сделали. А то это больше похоже на обычную телепортацию. С человеком-пауком. Эм, в смысле? С человеком, но с паучьими способностями. Внешний человек. Но паутиной всё же стреляет. Как паук. Тоже из попы? Почему? Нет, хотя, может быть, не знаю. Надеюсь, что нет. Подписчики, я пока монтировал это видео, заметил ещё одну сюжетную дыру, про которую Карл Неган забыл упомянуть. Так вот, здесь у меня у самого вопрос. Почему Стрэндж не знает про Человека-паука и о том, как он использует свои способности и какие они у него, если в фильме нет пути домой он стёр память лишь о Питере Паркере, а не о самом Человеке-пауке. Человека-паука он как раз-таки должен помнить, ведь он видел на что тот способен и что он пускает паутину при помощи веб-шутеров, а не сам. Поэтому в чём смысл этой сцены? Почему тебе хотел сожрать осьминог? Я живой, нужна ему была. Сюжетная дыра. Если мусорка нужна была этому осьминогу живём, тогда почему он всё это время делал вид, как будто пытался убить её? Потом живот болеть будет. Я из другой вселенной. А скажи, мой двойник знал, как победить демона? Там была такая волшебная книга, которая даёт всё, что требуется волшебнику для победы над врагом. Книга Вишанти? Её не существует. Это просто вымысел. Сказки. Сказки в мире, где существует волшебство, магия и инопланетная раса, а также супергерои и суперзлодеи со сверхспособностями. Не смешите мои дырявые копыта! Если все эти сверхсущества и магия существуют в этом мире, то и такого понятия, как сказка, здесь вообще не может быть, ибо всё это должно быть правдой и реальностью. Думала, вы меня защитите, но ошиблась. В смысле ошиблась? Они же легко справились с ним. Куда больше беспокоить, что я видел тебя сегодня ночью во сне? Это было не во сне, а в другой реальности. Так вот с кем я бился во сне. Это был не сон. Ещё одна сюжетная дыра. Этот фильм пытается нас убедить то, что любые сны, которые даже мы с вами видим, это на самом деле не сны, а введения наших двойников из других параллельных реальностей в мультивселенной. Ну как в таком случае объяснить кошмарные сны? Вроде те, где, например, мы остаёмся совсем одни, а всё вокруг нас исчезает. После чего мы внезапно просыпаемся. Или тех миров, где наступает, например, конец света и мы, типа, погибаем. Это типа вселенные, которые самоуничтожаются каким-то образом. Ну как в таком случае объяснить, почему наш реальный мир в таком случае не погибает от какой-то там неизвестной катастрофы? Фин, ты совсем нас за идиота, что ли, держишь? Да ты дырять круглая огромная! Дарк Холд. Ты знаешь про Дарк Холд? Она лишь открыла мне истину. Всё, чего я лишилась, может ко мне вернуться. Сюжетная дыра. В телесериале Ванда Вижен нам показали то, что Алая Ведьма в конце сериала осознала все свои ошибки и исправилась, вернув всё как было. И развилась как положительный персонаж. А тут она внезапно вернулась за старое, как будто событий этого самого сериала вообще никогда не было. Фин тут взял и угробил развитие персонажа из телесериала, обесценив их. И самого персонажа в том числе. Её сила может посеять хаос как в этом, так и в других мирах. Эта жертва будет всем во благо. Не ей ли ты пользовался, когда отдал Таносу Камень Времени? Откуда ты знаешь о том, что он отдал Камень Времени Таносу, если тебя тогда на Титане вместе с ним не было? Ты нарушаешь правила и тебя восхваляют. Я нарушаю, меня все клеймят. Несправедливо. Может потому, что ты нарушаешь правила во благо зла, а Доктор Стрэнш это делает только на благо всем и ради добра. Поэтому тебя все и ругают за это, а Стрэнш же наоборот хвалят. Я не чудовище, Стивен. Я мать. Как раз таки наоборот. Ты ведёшь себя как настоящая чудовище, а не мать. Их не существует. Они существуют. Нет, не существуют. Существуют только в другой вселенной, а в той, в которой ты живёшь, их нет. И почему ей каждую ночь снится только об этой вселенной, Суан? Да и неужели Алой Ведьме не могло прийти в голову то, что возможно в мульти вселенной есть какая-то вселенная, где также есть её дети, но при этом её самой нет. Ну там, не знаю, погибла их мать. Могла бы попытаться найти ту вселенную, где только дети от неё есть, которые стали сиротами без неё. И отправиться туда жить, чтобы и они были счастливы и больше не грустили и не оплакивали свою мать. И она сама была счастлива при этом. Поздравляю! Попав в эти две вселенные, они уже мертвы и трупы. Конец. Вы меня спасли. Поправка? Это ты их обоих спасла. Ты умеешь переходить из одного мира в другой? Угу. В том-то и беда, что не знаю. Как-то сама всё. И только, когда мне очень-очень страшно. Нам нужно обратно. Давай открывай телепорт. Я не умею. Только что открывала. Так сама получилось. Я не могу открыть пожелание. Сюжетная дыра. Раз она владела этой способностью с самого детства, то почему за всё это время, пока она росла и не стала взрослой, не попыталась ни разу сама научиться контролировать свои силы? Да за эти годы она уже давно должна была сама научиться управлять ими. Тут ходят на красный. Правило номер один. Когда вы в чужом мире, вы тут ничего не знаете. В каких-то параллельных вселенных возможно то, что право со цветами светофора могут быть наоборот. Типа на красный ежай, а на зелёный стой. Но учитывая то, что вселенная Земли 838 это на самом деле копия Земли 199999, то по сути тут как раз таки наоборот. Сигналы светофора должны быть такими же, как и в той же самой вселенной и у нас в реальном мире. Поэтому с какой такой кстати в этой вселенной право светофора начали работать наоборот. Нам никак не объяснят. А как ты расплатилась? А никак. В большинстве вселенных еда бесплатная. А кто будет платить? То есть ты сразу не заметил то, что она взяла эту пиццу и начала её есть, не заплатив. Да и с чего она взяла то, что именно в этой вселенной бесплатно всё продают. Бесплатно могут продавать только либо в мышеловке, либо если ты при коммунизме живёшь. А в этой вселенной, как я понял, грёбанный капитализм, как и везде в каждой вселенной, которую я так до смерти ненавижу. Теперь они должны заплатить за такие воспоминания. Странно, что их никто не заклеймил за это. Да и почему многие другие люди так же не наступают на эту же самую плиту и так же не получают воспоминания случайно, как и те двое? Почему у Мусорки тут именно две мамы, а не мама и папа, как принято? Я случайным образом открыла портал и отправила их в опасную вселенную, откуда им было не спасти. Слушай. Тогда почему Мусорка сама ни разу не попыталась отправиться именно в ту самую вселенную и найти их, чтобы потом вернуться вместе с ними? Ну и да, в конце фильма она так же не додумается до этого. Нафига нам тогда показывали это воспоминание, если по сути она никак не повлияет на неё? А другательство над самой реальностью зовётся... Самнам. Вообще-то самнамбула это название человека-лунатика, который ходит во сне, когда на небе сияет полная луна и вытворяет разные штуки. А утром, когда он просыпается, он об этом вообще ничего не помнит. Мне нужны чары Даркхолда. Говори, где ещё их найти. Лучше сразу меня убей, ведьма. Сперва их. Даркхолд был лишь копией! Есть одна скала, внутри которой высечены все нужные тебе заклинания. В недрах Вундагора. Вот кто тебя за язык тянул, толстяк? Мог бы просто обмануть её и направить её не туда, где нет Даркхолда. Или на другую гору, где его нет, а вместо этого что-то другое находится. И тем самым заманить её в ловушку, а потом сбежал бы себе сам. 838 это номер нашей вселенной, а твоей был присвоен 616-й. Кинематографическая вселенная Мару это земля 199999, а не 616-я. Она никак не может носить этот номер, так как он уже давно занят оригинальной вселенной комиксов, с которой вся мультивселенная и началась. Которая в свою очередь началась с комикса The Amazing Fantasy. Если бы события кинематографической вселенной Мару якобы происходили бы на этой же самой земле, то это создало бы кучу сюжетных дыр и несостыковок, так как всё это не могло там уместиться и не могло пересекаться с основными событиями комиксов. И не надо мне говорить то, что в мультфильмах через вселенные и паутина вселенных номера у вселенных точно такими же были. Нет. Там у них после номерации в конце были буквы B, для того чтобы зрители не путали их с оригинальными основными вселенными. КВМ всегда считалась землёй 1 и 5 девяток. И всегда до сих пор так считается официально названной. Даже на официальной вики по Марвел, в Марвелпеде об этом сказано. Это настоящая сюжетная дыра, которую тупой режиссёр Сэм Рэйми тупо не учёл. А многие дебилы вроде того же безмозглого катакратора наивно поверили в это. И сколько бы ты ни орал на них и ни объяснял им, что это на самом деле Земля 199999, он всё равно не слушает. Сюжетная дыра. Если в этой вселенной был создан Альтрон, тогда почему нам не показали самого Железного Человека? И не надо мне говорить, что это потому, что сам Роберт Дауни-младший не захотел сниматься в роли Железного Человека в данном фильме. И умнейший смертных Рид Ричардс из Фантастической Четвёрки. Сюжетная дыра. Если на Земле 838 также существует своя Фантастическая Четвёрка, тогда почему в кинематографической вселенной Марвел нам её так ни разу не показали? Где она всё это время была и почему она ни разу не вмешивалась ни в одном из фильмов и не помогала никому? Блакогар Болтагон, хранитель тумана, теоригены и царь сверхлюдей. Блакогар Болтагон. Тарабан-барабан. Фантастическая Четвёрка. Это что, звёзды 60-х? И тебя это всё веселит? У одного из вас на лбу вилка, так что да, немного. Тут серьёзные супергероги и тобой стоят. А тебе лишь бы шутки шутить и издеваться над ними, дабы спровоцировать их на злость и чтобы они прикончили тебя. Ты-то откуда в этой вселенной взялся и почему именно в этом самом исполнении, если ты должен быть в киновселенной Людей Икс от Фокса? Мне стоит эту сцену считать сюжетной дырой или нет? Почему в той же КВМ так же не было своих Профессоров Иксов и Чёрного Грома? С ними бы Мстители в своей вселенной так же легко бы справились с Таносом на раз-два. Да и никакого щучка Таноса тогда не было. Да и Туни Старку собой жертвовать так же не стоило бы. Прости. Если ты реально сожалеешь ему, тогда зачем ты делал в такой вид, как будто ты очень зол на него? Ванда, Чёрному Грому достаточно шевельнуть губами, чтобы тебя уничтожил его шёпот. Вот кто тебя за язык тянул? Если бы ты сразу не проболтался бы, она бы не стёла ему рот. И тогда бы он сразу бы легко её прикончил своим одним шёпотом. Ну, кто-то смотрел Матрицу. Да и почему Чёрный Гром вместо того, чтобы таким образом убивать себя, не мог просто побежать обратно к Морду и попросить его, хотя бы на языке жестов, чтобы тот вернул Мород обратно? Я отдам свой голос. Сейчас. Накануне жизнь стоит, а эта Алая Ведьма всех твоих товарищей убивает, а тебе как будто плевать. Морду в этой вселенной точно герой? Или всё же злодей? Дай мне руку. К чему тут эти вот звуки сирены на заднем плане, если они просто находятся в голове Ванды? Уграбливание и обесценивание такого культового и крутого персонажа. Ну, прямо как мой Стивен, один в один. Он всё решал сам, и в результате погубил триллион жизней. Ну, с чего ты взяла, что этот стресс ещё так же, как и тот, твой, пойдёт по таким же стопам? Ведь твой стресс как раз-таки использовал Дарк Холд, а не Вишанти. Кто знает, наверняка Вишанти как раз-таки дал бы что-то полезное, и ничего такого вредоносного не принёс бы. Ну, конечно. Ради этого скримера, вместо того, чтобы дальше бежать, мы будем тупо стоять на месте и просто наблюдать, прорвётся или нет. Хотя был бы я на их месте, я бы наоборот просто продолжил побежать и не оглядывался. Я понимаю то, что тут гравитация не такая сильная. Но всё равно, при таком падении они должны были ощутить бой в костях ног. Я понимаю то, что именно эта Ванда из Земли 838 волнуется, в первую очередь, за своих мальчиков. Хотя был бы я на её месте и заметил бы, что я вдруг оказался в какой-то потусторонней и непонятной мне вселенной, я бы, в первую очередь, сначала удивился, что это за место и как я сюда попала? Как ты сюда попал? Случайно. Что ты хочешь? Я хочу попасть домой. Осторожней. Книга за всё обзыскивает высокую цену. Расплачивается не только реальность, но и тот, кто читает. Это я помог тебе. Сюжетная дыра. Если эта версия Стрэнджа из этой уничтожающейся вселенной прекрасно осознаёт то, что он натворил, тогда зачем он под конец внезапно раскрывает себя как злодей и восстаёт против самого себя же доброго, если он как раз-таки наоборот должен попытаться помочь ему. А магия у него фиолетовая, а не жёлтая, только для того, чтобы нам было легче отличать, кто из них хороший, а кто плохой, да? Волшебник для победы над другим волшебником использует ноты и музыку. Теперь я видел всё. Когда отключусь, не дай мне умереть, если они там на меня набросятся. Кто они? Души проклятых. Ты-то откуда про них знаешь, если ты до этого ни разу не читал Дарк Холт и никогда в жизни не пользовался им? Я бы понял, если бы это был тот самый Стрэндж из этой самой вселенной, который бы согласился им помочь, а не сражался бы с тем. Ну-то она-то откуда знает, как управлять вот этой магической штуковиной, если даже Стрэндж в первом фильме не мог её завладеть? Филин Стрэндж! Заблодим от тела мертвеца запрещена! Главствуй! Ты их, господин! Стрэндж! Души проклятых, которые восставали против мертвеца, внезапно начали подчиняться ему, когда тот взял над ними верх. Что ещё мне покажете? Вроде бы Стрэндж переселил своё сознание в тело мертвеца, который по сути должен хромать, раз он уже давно мёртвый. Однако тот спокойно себе бежит, как будто ничего подобного с ним не происходило. Я просто хочу помочь поверить в себя, в свою силу. Так мы и победим. Я понимаю то, что тут Стрэндж как будто дается ей объяснить то, что она всё же может управлять своими силами, так как он, возможно, запомнил этот самый момент из той самой книги, которую Алла Ведьма уничтожила. Но как он смог легко запомнить этот момент и повторить его? Разве он способен обладать фотографической памятью? Что-то в предыдущем фильме я ничего подобного не припомню. То есть, когда открылся портал с Аллой Ведьмой и Мусоркой, дети сразу не обратили на это внимание, а только смотрели себе Белоснежку. Хотя, по сути, они сразу должны были обратить на это внимание. Томми! Мама! Тут Стрэнджба! Серьёзно? Да был бы я на вашем месте, моя реакция была бы такой. Мама? Что ты тут делаешь? Ты ещё в таком наряде. И почему ты делаешь какую-то девушку? Я ваша мама! Телевизор, по которому идёт мультфильм Белоснежка без звука. Как дети смотрят этот мультик без звука, если они ничего не слышат из телевизора? Она уничтожила Дарк Холд в каждой вселенной. Сюжётная дыра. Откуда Алая Ведьма может знать то, что во всей мультивселенной в каждом мире также есть свой Дарк Холд? И откуда она знает, как именно можно его уничтожить во всей мультивселенной? Да и почему-то на вселенные комиксов и сериалов, которые раньше происходили ещё до этого фильма, это никак не повлияло. Нафига нам этот кадр показывает, как будто тёмные силы из Дарк Холда всё же взяли над его разумом вверх, если в сцене после титра нам покажут то, что с ним всё нормально и то, что он смог совладать с этим. Фильм Доктор Стрэш мультивселенной. Безумие, в котором нет никакой мультивселенной. Кроме трёх вселенной. Гимотографическая вселенная Марвел, Земля 838 и та разрушающаяся вселенная. Это самый тупой фильм, который я когда-либо в своей жизни видел за всю историю кинематографической вселенной Марвел. Фильм полное говно по всем рамкам. На мой взгляд, этот фильм следовало бы назвать Доктор Стрэш не в мультивселенной безумия, а Доктор Стрэш в сюжетной дыре, так как здесь по сути много сюжетных дыр и несостыковок. Персонаж Мусорка Тупо должна просто поверить в себя для того, чтобы она смогла совладать со своими силами. Это клише мы видели не раз, и оно уже давно раздражает всех зрителей. Даже обиженного Камео с повторным проявлением Доби Магуайра в роли Человека-паука нам так и не показали. Персонаж Алая Ведьма тупо угроблен и обесценен как персонаж и вместе с её развитием на стиле сериала. Сэм Рэми даже не попытался взять хоть какое-то нормальное кино, а тупо взял и угробил его, сделав кучу сюжетных дыр и несостыковок. Особенно, если твой аудиокомментарий насчёт каждой вселенной. Он тупо не знает то, что КВМ это земля 1 и 5 девяток. А тот Доктор Стрэйш-защитник из самого начала, который погиб, это на самом деле Доктор Стрэйш из другой вселенной. И никакой Земли 617 у него на самом деле не было. Потому что этот номер вселенной уже давно занят. Если бы я был одним из авторов или режиссёром подобного фильма, мне бы за подобное кино было бы ужасно стыдно. А на месте того же кинофагии и студии МАУ, я бы потребовал Сэм Рэми всё переснять по новой, чтобы убрать все эти сюжетные дыры и несостыковки. И снять всё нормально, как и должно быть связано со всеми предыдущими проектами. Я хочу идти из этой реальности в ту, где я могу быть с моими детьми. Они не настоящие, ты создала их.